Всем привет! Добро пожаловать во Влог на пару! Ты вот всегда такую паузу делаешь? Я думала, ты что-нибудь скажешь, а ты молчишь, как партизан! А что должна сказать? Партизан! Нормально? Вообще! А я так делаю! Спасибо вам огромное за ответы! Мы так рады, что они посыпались! Так интересно почитать! Про себя! Мы ждём ещё от вас ответов, от многих от вас! И, ну как-то сказать... Мы хотим такой вот сюрприз сделать! Незапно не гадут! И я хочу вам сказать, это не значит, что у этого человека все правильные или какие-то неправильные! В общем, это ничего не значит в смысле ответов на вопрос! Просто! Мы хотим! Мы хотим вознаградить! Самую смелую! Подарить подарок! Самую смелую, самую первую, кто ответил на вопросы, прислал ответы на вопросы! Это Айгуль Хамитова! Да! Айгуль-Айгуль! Какой подарок вы получите, мы шестого числа скажем, но вот вы первая из всех получаете подарок! Потому что, на самом деле, наверное, было сложно решиться первой по непродуренной дорожке пойти и ответить на вопросы! Огромное вам спасибо за то, что вы размочили, как в футболе говорят, размочили счёты! Вот после вас как раз очень много пошло ответов! Огромное вам спасибо! Счастливого отдыха! Да, и когда вы уже вернётесь, вы нам скажете адрес, и мы пришлём уже вам подарок! Я ищу фильмы, чтобы посмотреть нам разные... Ну, так как вопросов нет, я решила с вами поделиться последними новостями, что у меня сегодня с языком, он живёт своей жизнью! На работе я тоже несколько раз делала вот так, потому что язык как-то не слушается! Аня мне посоветовала, если вы в твиттер всё-таки подписаны и следите за мной, Аня посоветовала мне «Человека-муравья» посмотреть, сейчас все советуют «Человека-муравья» посмотреть, это просто... Фу, я ни пауков, ни муравьев не хочу смотреть! А я люблю «Паука-человека», только нового «Человека-пука», вот... Там нормальный парень играет «Человека-муравья», теперь надо посмотреть «Человека-муравья», и я до сих пор ещё не посмотрела «Мстителей». Жизнь будет не потерянная! Наладится! Наладится! Действительно! Вот! А ещё кого ты хочешь? «Мстителей» «Мстители» это кто? Я ещё не посмотрела «Мстители 2» А это кто? Это где там все «Железный человек», «Халк», «Американка» Ой, кстати, я в Фейсбуке нашла, но не прочитала ещё, статья, или так, публикация, как называется, «Кто есть кто во вселенной Марвел» О-о-о, там их ступа! То есть, я что-то начну разбираться в твоём Марвеле Не, ну мне нравится и DC, и Марвел, там люди воюют между собой, а я обе вселенные принимаю, воспринимаю Мы больше фильмов смотрели Зачем отказывать себе? Вселенных должно быть много! А, последний, DC, по-моему А DC это кто? DC? Да Сложно тебе сказать Ну, Марвел я знаю, а DC я не знаю DC ты тоже знаешь Ну, кто это? Ну, я не помню героев всех там Да хоть одного назови, чтоб я как-то сориентировалась Которого мы в последний раз смотрели, который слепой, но он дерётся Например, он из DC А, ну мне уже не понравилось, а мы перестали его смотреть Тебе понравилось? Да, он мне не понравилось Тебе просто с самого начала его не хотела смотреть Мне кажется, что «Человек-тень» Ну, «Тень», «Тень», «Тень» Это тоже, по-моему, из DC Тень? Да Что, и «Тень» тоже где-то живёт? Ну, конечно, он же Ой, я «Тень» очень люблю Он комикс Там Болден играет А вот, кстати, этот «Рэд» Это же, по-моему, тоже DC Не Марвел Да, «Рэд» это тоже «Рэд» я тоже люблю Там артисты шикарные играют Там просто мне почему-то больше кажется, что DC разрозненный какой-то А Марвел больше комплексный Ну, у них, в общем, спланированы все фильмы Я не знаю, наверное, на 10 лет вперёд И сериалы тоже, поэтому там более комплексно всё А DC шины какие-то нет Понятно Вот А я другое смотрю Да, у мамы Вы представляете? Настроение Да, вот живёшь так жизнь, да? И забываешь, про что раньше там мечтал Я мечтала, оказывается, вспомнила Ну, я говорила вам, рассказывала, что я очень увлекалась кином И вспомнила, что очень Ввлекалась, а сейчас ты не увлекаешься Ну, так как тогда нет Я раньше всё про всех знала Ну, в общем, что говорить Конечно, уже не так всё Но всё равно я люблю очень кино Люблю больше, чем театр, на самом деле Я тоже Я не знаю Я в кино верю больше, чем театру В театре вот сидишь, всё равно понимаешь, где ты сидишь Где ты находишься Что люди сейчас со сцены вот ушли И там курят В туалет идут эти артисты И так далее То есть всё равно вот как-то прерывается восприятие Ну, не важно Там уже антракты ещё есть Да Мой муж очень любил антракты Он всегда говорил Это самое Почему я люблю театр? Потому что там три действия И вот среднее мне очень нравится Он говорил всегда В театре он всегда засыпал Это ужас какой-то был Ну, не важно В общем, я, оказывается, вспомнила Что я мечтала посмотреть все оскароносные фильмы Ну, и раньше это было, в общем, невозможно А сейчас вспомнила и думаю Ничего себе Есть такая возможность Интернет А я сижу как дурочка И я начала смотреть вот эти с 29-го года, начиная Я уже посмотрела два странных фильма Первый фильм, который был награждён Оскаром Но тогда он не Оскар ещё назывался Это «Крылья» Ой, не рассказывай А я ничего не буду рассказывать Очень грустно Это я ей просто рассказывала А я рассказывала Я даже внесла такой грустный Не мой фильм длится два с половиной Или два сорок, что ли Ну, не то, что на одном дыхании смотрится Но, во всяком случае Если бы вот сейчас сняли такой сюжет Я представляю, как тогда люди плакали И воспринимали всё Это очень такая, конечно, трогательная история И мне понравилось, как и снято, и срежиссировано На следующий год В 30-м году Почему-то победил Можно сказать Водвиз Ну, мюзикл Такой он Ну, вот сначала был легкомысленный Эти вещи не рассказала А в конце, конечно, понятно Тоже такая там Драматическая Трагедия Трагедия Нет, не трагедия, а драма А, драма Да, и вот эта актриса из этого фильма Была номинирована на лучшую женскую роль Прям вот, когда смотришь Очень плохое качество съёмок, конечно Уже прям там лиц даже не видно Одна актриса Там очень, ну, вернее Рината Литвинова на неё похожа Прям вот, когда размыто лицо Там же очень плохо лица видны Ну, по фигуре просто ходит Рината Литвинская Литвинова Литвинова Вот, а третий фильм, который я начала смотреть Это 1931 год Ну, все наверняка читали Это «На западном фронте без перемен» Эриха Мария Ремарка И это, конечно, трагический фильм С трагическим концом Продюсер этого фильма умолял режиссёра Снять хэппи-энд На что режиссёр ему ответил Если я сниму хэппи-энд То победит Германия И история будет переписана Да, и Тарантино переписал историю Когда? Ну, Тарантино переписал историю Правда, Германия не победила Но он переписал историю В каком фильме? Как они? Негодяя или... Как они? Я не помню, как фильм называется Но там Гитлера убили А, да, я же видел этот фильм Он сказал, что это не историческое кино, а художественное Что хочу, то и делаю Ну, во всяком случае, очень интересно Как развивается индустрия кино Вот с самого-самого начала И вот в этом фильме «На западном фронте без перемен» Впервые, помните, впервые В тридцать первом году Такой приём применён Снимали камеры из подъёмного крана Батальные сцены И впервые движущиеся камеры были использованы То есть, например, вот люди бегут Там во время боя, да И камера едет за ними То есть, вровень с людьми бежит А обычно просто ставили камеру И люди мимо пробегали То есть, вот в каждом фильме постепенно-постепенно Что-то начинают новое применять Ну, классно Круто Ну, «Титаник» получил же «Оскар» Вот за эту масштабность И за вот эти спецэффекты Которых не было раньше До «Титаника» Это было нечто тогда Она всё равно на меня не произвела никакого впечатления А мне его придётся смотреть Я не буду его смотреть Тебе придётся его смотреть Нет, то, что я видела Придётся тебе его смотреть Ну и сегодняшняя благодарность Я благодарна за то, что Я сегодня сняла новое видео Завтра, пожалуйста, смотрите его на моём канале Я тебя не люблю А, я себя люблю Я люблю Я тебя обожаю Это будет новая рубрика на моём канале 5 to 5 Вау Да Смотрите 5 o'clock Нет Я сама не знаю, видите Вот, а я сегодня благодарна за очень-очень-очень позитивный день И вот за позитивный день я благодарна И за ваши ответы Мне так было весело и радостно их читать Я не буду вам говорить ответы на вопросы Всем, кто уезжает, желаем счастливого отдыха Всем, кто возвращается, ура, мы рады вас видеть Вот, смотрите, Марина Романович Я позавчера Аньке говорю Куда ты пропала, Марина Вы же без объявления войны Только Айгуль Айгуль нам написала, что Айгуль нам прямо по всей карте нашей страны Мы следим за ней А мы вас потом теряем Проезжаю в Москву Проезжаю в Ростов Мужу проело все пляж Мужу привет И стойкости В нашем праведном деле Ну и мы вас, конечно же, любим очень-очень сильно Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко И желаю вам доброго утра Счастливого дня И спокойной ночи Пока-пока Пока-пока Я люблю понедельники Сначала трудовой недели Все уже забыли Потому что она сегодня работала У нее сегодня был понедельник Завтра воскресенье Да, у меня завтра воскресенье Но страна живет не в твоем режиме Я люблю понедельники Я люблю теперь понедельники Потому что они как воскресенье